Вы скажите полный имя, пожалуйста. По образованию я врач, профессор судебной медицины, доктор медицинских наук, главный судебно-медицинский эксперт. Министерство здравоохранения СССР, директор научно-исследовательского института, судебно-медицины Министерства здравоохранения СССР. В порядке научно-общественной деятельности являюсь председателем судебно-медицинской комиссии, ученому медицинского совета Министерства здравоохранения СССР. Стаж вашей работы в качестве судебного медика? Практический стаж моей работы 17 лет. В чем заключалось ваше участие в расследовании массового убийства гитлеровскими преступниками польских офицеров в Катынском лесу? Председатель специальной комиссии. По расследованию и установлению обстоятельств расстрела немецко-фашистскими захватчиками польских офицеров В начале января 1944 года академик Николай Нилыч Борденко предложил мне возглавить судебно-медицинскую экспертную комиссию. Помимо этой организационной деятельности Я принимал непосредственное участие В эксгумациях и исследовании этих трупов В эксгумациях и исследовании этих трупов Имеете ли вы опыт массового... Кэрришменов, perhaps there will be a good time to break off. Продолжение следует... Продолжить допрос, господин председатель. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Это место расположено в 15 километрах от города Смоленска. В метрах в двухстах от Витебского шоссе располагались эти могилы на покатом холме. Одна могила была размерами 60 на 60 метров. Другая могила в некотором отдалении от этой большой могилы размерами 7 на 6 метров. Какое количество трупов подверглось эксгумации возглавляемой вами комиссией? В Катынском лесу судебно-медицинской экспертной комиссии было эксгумировано и исследовано с различных участков и различной глубины могил 925 трупов. Как были организованы работы по эксгумации и какой круг сотрудников был привлечен вами к этим работам? В судебно-медицинскую комиссию вошли специалисты, судебно-медицинские эксперты, которые в сентябре-октябре месяца 1943 года эксгумировали и исследовали трупы жертв погибших от расстрела немцев. В эту комиссию вошли профессор... В каком месте они исследовали трупы? Они исследовали в городе Смоленске и его окрестностях. В эту комиссию вошли профессор Прозоровский, профессор Смоленинов, старший научный сотрудник научно-исследовательского института судебной медицины, стареющий судебно-медицинский эксперт доктор Семеновский, профессор патологической анатомии Воропаев, профессор судебной химии Швайкова, которая была приглашена для судебно-химических консультаций и судебно-химических исследований. В помощь этой комиссии были привлечены также судебно-медицинские эксперты, военные. В числе их были Никольский, кандидат медицинских наук, доктор Субботин. Свидетель, вряд ли суд интересует перечисление всех фамилий. Хорошо. Я прошу вас ответить на следующий вопрос. Какой метод исследования трупов был принят вами? Я понимаю, под этим следующее. Снималась ли одежда с трупов? Ограничивались ли вы внешним осмотром мертвого тела? Или производилась полная медицинская секция трупа? Каждого трупа из 925 извлеченных. После извлечения из могил трупов они подвергались тщательному осмотру. В частности, одежда. Затем производился наружный осмотр трупа. Затем подвергалась полному судебно-медицинскому исследованию все три полости трупа. Это черепной полости, грудной и брюшной. А также подвергались детальному исследованию все внутренние органы этих полостей. Я прошу вас ответить. Извлеченные из мест захоронений трупа имели ли на себе следы ранее произведенного медицинского исследования? Из 925 трупов, которые мы исследовали, только три из них были вскрэйты, и то частично черепа. Остальной какой-либо судебно-медицинской деятельности заметно не было, так как одежда была на них надета, кители, в частности, кители были застегнуты, брюки застегнуты, рубашки застегнуты, помощи пристегнуты были, шерфы, которые имелись на трупах, и галстуки были повязаны вокруг шеи, и второе то, что ни в области головы, ни в области туловища, никаких ни разрезов, ни надрезов, и каких-либо других действий судебно-медицинских не было обнаружено. Этим самым исключается, что эти трупы подвергались какому-либо судебно-медицинскому исследованию. При судебно-медицинском исследовании, производимом вашей комиссии, скрывались ли черепа жертв? Обязательно. При исследовании каждого трупа череп распиливался и исследовалось содержимое черепной полости. Вам известен термин псевдокаус? В частности, о нем я узнал, когда получил книгу в институт судебно-медицину в библиотеку. Это в 1945 году. Говорите медленнее, свидетель. До этого у нас, в частности, в Советском Союзе, ни один судебно-медицинский эксперт таких явлений не наблюдал. Среди вскрытых 925 черепов много ли было с явлениями псевдокауса? Никто из судебно-медицинских экспертов при исследовании этих 925 трупов каких-либо из висковых отложений на внутренней поверхности черепа или на каком-либо участке головного мозга не обнаружил. Таким образом, ни одного черепа с явлениями псевдокауса не было? Нет. Подвергалось ли исследованиям одежда трупов? Как я уже сказал, что эта одежда подвергалась тщательному исследованию. Я прошу вас говорить медленнее. Эта одежда подвергалась тщательному исследованию. по поручению специальной комиссии в присутствии членов ее, как, например, митрополита Николая, академика Борденко и других... Медленнее говорите. ...и других членов судебно-медицинские эксперты исследовали, осматривали эту одежду. карманы в частности, брюк, кетелей, шинелей, как правило, были вывернуты, разрезаны или разорваны. Это свидетельствует о том, что производился обыск. Сама одежда, в частности, шинели, кители, брюки и верхнее белье были влажные, пропитаны трупной жидкостью. При значительном усилии руками не поддавалась эта одежда разрыва. Таким образом, ткань исследуемой одежды была крепкой на разрыв. Эта ткань одежды была очень крепкая и замарана, конечно, землей. При эксгумации производили ли вы осмотр карманов одежды и находили ли там какие-нибудь документы? Как я сказал, что большинство карманов были разрезаны и вывернуты, но некоторые карманы остались целы в этих карманах, а также под подкладкой кителей, брюк. были обнаружены как, например, записки, брошюры, газеты, открытые и закрытые почтовые карточки, папиросная бумага, мунштуки, трубки и так далее. Даже были обнаружены и ценности слиток золота и золотые доллары. Эти детали не имеют отношения к Деву, свидетель, я прошу вас воздержаться от них. Я прошу вас ответить на следующий вопрос. Были ли обнаружены в одежде трупов документы, датированные концом 40-го года и 1941 годом? Да, были. В частности, мною были обнаружены некоторые документы и другими судебно-медицинскими экспертами, как, например, профессором Смолениновым было обнаружено в одного трупа письмо на русском языке отправительницу этого письма некая Софья Зигонь направляя письмо в Москву в адрес Красного Креста с просьбой сообщить место пребывания ее мужа Томаша Зигонь. Дата проставленная на этом письме от 12 сентября 40-го года. Помимо этого на конверте имелся штамп почтовый Варшава сентябрь месяц 40-й год, а также штамп московского почтанта датированной 28 сентября 40-го года. Следующий документ такого же порядка был обнаружен как открытка из Тарнополя со штампом Тарнополь 12 ноября 40-го года. Затем были обнаружены квитанции с датами в частности на имя если я не путаю Арашкевича кажется о приеме от него денег на хранение с датой 6-го апреля 1941-го года. На его же имя была обнаружена другая квитанция также о приеме денег на хранение датированная 5-го мая 1941-го года. Затем мною лично было обнаружено письмо с датой отправления виноват с датой от 20-го июня 1941-го года на имя и Ерени Кучинской и ряд других такого же порядка документов. Были ли извлечены при судебно-медицинском исследовании трупов стрелянные гильзы и пули от патронов? Я прошу вас сообщить какой фирмы были эти стрелянные гильзы и патроны? Советская фирма или иностранной? Если иностранной то какой? Какого калибра? Причиной смерти польских офицеров служили пулевые огнестрельные ранения головного мозга? При слепых огнестрельных ранениях мы обнаруживали в веществе мозга в костях черепа или под мягкими тканями пули пули которые были или деформированные или мало деформированные в отношении гильз при раскопках действительно были найдены пистолетные гильзы германского производства так как на них на донышке гильз была указана фирма ГЕКО Одну минутку свидетель я оглашу вам сейчас один подлинный немецкий документ за которым прошу следить господин председатель я прошу разрешения суда предъявить сейчас по ходу допроса документ любезно предоставленный нам нашими американскими коллегами это документ за номером ПС-402 я предъявляю его под номером СССР-507 это немецкая переписка по Катыни здесь серия телеграмм причем телеграммы эти отправлены каким-то германским чиновникам чиновникам генерал-губернаторства по фамилии Гейрих в правительство генерал-губернатора это подлинные документы которые я передаю суду я оглашаю только один документ очень короткий связанный с патронами обнаруженными в массовых могилах я начинаю цитату телеграмма адресована в правительство генерал-губернаторства главному управлению внутренней администрации первому старшему административному советнику Вайрал Краков молния секретна часть делегации польского Красного Креста вчера возвратились из Катыни сотрудники польского Красного Креста привезли с собой гильзы патронов использовавшихся при расстреле жертв в Катыни выяснилось что это немецкие боеприпасы калибр 765 фирма ГЕКО письмо следует Гейрих обнаруженные вами в массовых могилах патроны были той же германские фирмы и того же калибра или нет как я указал что пули найденные при слепых огнестрельных ранениях были калибром 765 гильзы найденные при раскопках имели фирму ГЕКО я прошу вас подробно описать состояние тканей тела и внутренних органов трупов извлеченных из могил в Катыни кожные покровы трупов и внутренние органы их находились в хорошей степени сохранности мышцы туловища и конечностей сохранили свою структуру мышцы сердца на разрезах также имела характерную свою структуру вещество головного мозга в некоторых случаях подверглось гнилостному изменению в большинстве же случаев сохраняло свои структурные особенности с ясно выраженной границей белого и серого вещества изменения внутренних органов главным образом изменений были это дряблость и уменьшением размера волосы головы при незначительном усилии легко отделялись при исследовании трупов к какому заключению пришли вы о времени наступления смерти и времени захоронения жертв основываясь на полученном мною опыте опыте Смоленинова Семеновского и других одну минутку свидетель я прошу вас рассказать кратко чрезвычайно суду какой это опыт какое количество трупов за время войны в различных местах закоронений было эксгумировано лично вами или при вашем участии во время великой отечественной войны мне пришлось быть судебно-медицинским экспертом при эксгумации и исследовании трупов жертв расстрелянных немцами эти расстрелы были я участвовал как судебно-медицинский эксперт впоследствии в Краснодаре и его окрестностях в городе Харькове и его окрестностях в городе Смоленске и его окрестностях в лагере смерти так называемой Майданике близ Любрина так что в общей сложности при моем участии было эксгумировано и исследовано и исследовано более пяти тысяч так вот основываясь на вашем опыте и объективных наблюдениях к какому заключению вы пришли о времени наступления смерти и времени захоронения котынских жертв то что я сейчас сказал это относится и ко многим моим коллегам которые участвовали при этих эксгумациях и все судебно-медицинские эксперты то есть комиссия в целом пришла к единому мнению о том что захоронение польских офицеров в котынских могилах было произведено около двух лет тому назад считая от января месяца 1944 года то есть падает на период осени 1941 года дает дает ли возможность объективная картина состояния трупов допустить что они были захоронены в 40-м году сравнительное судебно-медицинское изучение трупов похороненных в котынском лесу сопоставляя с картиной трупных изменений предшествующих проведенных нами многочисленных эксгумаций да при учете веществ доказатель дало нам полное основание заключить что срок захоронения был ни в коем случае не ранее как оснятый 1941 года таким образом 40-й год исключается таким образом 40-й год исключается полностью насколько я вас понял вы являлись кроме котыня судебно-медицинским экспертом по делу о других расстрелах в районе Смоленска это правильно в районе города Смоленска и его окрестностей при моем участии было эксгумировано и исследовано 1173 трупа кроме котыня кроме котыня извлеченных из восьми медленнее извлеченных из восьмидесяти семи мест захоронения так каким приемом маскировки массовых могил прибегали учинившие расстрелы немца в других массовых могилах в лесу в частности в окрестностях Смоленска Гедеоновке был применен метод маскировки могил этот метод заключался в том что на верхний слой земли этих могил накладывался дерн были случаи там же в Гедеоновке что на некоторых могилах были высажены деревца а также мелкий кустарник для маскировки помимо этого в частности в пионерском саду так называемом в городе Смоленске могилы были замощены кирпичом дорожки устраивали вами было эксгумировано более 5000 труб в различных местах Советского Союза от каких причин следовала смерть жертв в подавляющем большинстве случаев в подавляющем большинстве случаев причины смерти являлось огнестрельное пулевое ранение в голову в область затылочной кости картина смерти жертв Катыни являлось сходной или нет с картиной смерти в других местах массовых расстрелов все расстрелы были произведены одним методом это выстрел в затылок в упор или на близком расстоянии выходные отверстия как правило находились лобной кости или в области лица я оглашаю последний абзац из вашего акта по Катыни приведенного в сообщении чрезвычайной государственной комиссии это один абзац экспертная комиссия отмечает полную идентичность метода расстрела польских военнопленных со способом расстрелов мирных советских граждан и советских военнопленных широко практиковавшимся немецко-фашистскими властями на временно оккупированной территории СССР в том числе в городах Смоленске Орле Харькове Краснодаре Воронежа Вы подтверждаете это поважение или нет? Да Это был типичный метод расстрела всех жертв немецкого уничтожения мирных граждан Я не имею больше вопросов к свидетелю господин Петин Я уроженец города Москвы и постоянно проживаю в городе Москве Сать ван сен комиссариат фю гезунд хайд Работаю в органах здравоохранения в комиссариате в настоящее время Министерстве здравоохранения с 1931 года До этого я был аспирантом на кафере судебной медицины первого Московского медицинского университета Травомосковского университета В этой комиссии иностранных судебно-медицинских экспертов не было но производство исследований и изгумации этих трупов было доступно для каждого желающего посмотреть а также приезжали на место раскопок иностранные журналисты по моему в количестве 12 человек которым я лично демонстрировал трупы места захоронения одежды и так далее что их интересовало я еще раз повторяю что членами судебно-медицинской комиссии никаких специалистов кроме советских не было кроме продолжение просьба вы должны которым вы признак Продолжение следует... 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 bekannt? Только слыхал. Там я не был. Весен си, дас торт полниши офицеры гефанген, геальтен wurden? Я могу сказать то, что я слышал, что да. Лично сам я не видел и не был в той местности. Я о них ничего не могу сказать, так как я следствие не вел, но я рассказал о судьбе тех офицеров, которые были обнаружены в котынских могилах. Ви фил офицеры мы не делили по чинам и званиям эксгумированные трупы, а в общем количестве было 925, которые мы эксгумировали и исследовали. Очень много, вернее, у многих трупов на шинелях погонах и на кителях на погонах были как правило различные знаки отличия, видимо, офицерского чина. Я лично не разбирался в них и по в настоящее время не мог бы различить чин или звание польского офицера. Исследование и осмотр одежды производился по поручению специальной комиссии судебно-медицинскими экспертами. И эти эксперты при нахождении документов осмотре их передавали присутствующим членам специальной комиссии или академику Барденко или академику Толстому или академику Потемкину и так далее. И, видимо, сейчас находятся эти документы в чрезвычайной комиссии. Удивной царапазью КМЕС КМЕС Продолжение следует... Мы все члены комиссии, когда устанавливали дату захоронения этих трупов, мы исходили из предшествующего опыта многочисленных раскопов и также вещественных доказательств, которые были обнаружены судебно-медицинскими экспертами. И это дало возможность установить категорически, что польские офицеры были расстреляны осенью 1941 года. Я еще раз могу подтвердить то, что я сказал. Что, имея большой опыт массовых эксгумаций, мы пришли к этому заключению, но и в подтверждении у нас были вещественные доказательства, доказательства на основании чего мы и пришли к данному сроку захоронения польских офицеров, то есть осенью 1941 года. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Нам пришлось выбирать из 120 свидетелей, допрошенных по Катынскому делу, только трех. Если суд заинтересует показания любых других свидетелей, упомянутых в сообщении чрезвычайной комиссии, то по большинству из них мы имеем надлежащие оформленные аффидевиды, которые могут быть представлены по первому требованию суда, и любое из этих лиц также по требованию суда может быть вызвано в судебное заседание. Это все, что я имел заметить, господин президент. Продолжение следует... 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 и Номер 119, «Анешняя Эклерия» из английского Министерства в английском Университете 20.07.1936. Это были документы, которые я не читала, которые уже в моих документах были в книге. Я могу вас здесь с Генерал-Секретарем обрабатывать. Господин, я могу вам использовать Продолжение следует... ...antrag an das Gericht stellen. Und zwar geht dieser Antrag dahin. Das Gericht möchte mir gestatten, den Angeklagten von Neurath noch einmal auf den Zeugenstuhl zu rufen. Und zwar aus folgendem Grunde. Wie erinnerlich wurde dem Angeklagten im Laufe des Kreuzverhörs von dem Herrn Anklagevertreter Sir David das Dokument 3859 PS vorgelegt, welches die Fotokopien eines Schreibens des Angeklagten vom 31. August 1940 an den Chef der Reichskanzlei Lammers nebst zwei Anlagen darstellt, in denen der Angeklagte Lammers bittet, die beiden Anlagen Hitler vorzuliegen und ihm bei diesem die Möglichkeit einer persönlichen Rücksprache bzw. eines Vortrages über die behandelte Frage einer angeblichen Germanisierung zu erwirken. Die beiden Anlagen dieses Schreibens an Lammers sind Berichte und Vorschläge über diese zukünftige Gestaltung des Protektoratsgebietes und befassen sich mit der Assimilierung bzw. einer eventuellen Germanisierung des tschechischen Volkes. Das Gericht wird sich erinnern, dass die Vorlegung dieses immerhin ziemlich umfangreichen Dokumentes allein in den Fotokopien enthält es ungefähr 30 oder 40 Bogen, wenn nicht mehr, den Angeklagten überraschte und er sich im Moment nicht so weit der Dinge erinnern konnte, um sofort positive und erschöpfende Auskunft über diese Dokumente zu geben. Er hat aber trotzdem bereits im Kreuzverhör nach einem ganz flüchtigen Blick in diese Berichte Zweifel geäußert, dass diese Berichte, die sie hier in Fotokopie vorgelegt wurden, tatsächlich identisch gewesen sind mit denjenigen Berichten, die nach seiner Anweisung dem Schreiben von ihm an Lammers zur Vorlegung bei Hitler beigefügt worden sind. Eine genaue Prüfung dieser Fotokopien war ja im Laufe des Kreuzverhörs nicht möglich und auch ich selbst konnte naturgemäß, da ich die Dokumente auch nicht kannte, zu diesen Dokumenten keine Stellung nehmen. Bei der offensichtlichen Übermüdung und Erschöpfung Herrn von Neuraths nach dem Kreuzverhör war es mir auch nicht möglich, noch am gleichen Tage eine Prüfung und eine Besprechung mit ihm abzuhalten. Es war dies erst am nächsten Tage möglich. Das war das vor. Dann hat er sich nicht möglich, aber es war nicht möglich. Ich bin in der ist, dass es nicht so gut ist. Продолжение следует...